Дорогой друг Село Хирина – настоящая глубинка. Такая, какой она представляется в произведениях русских живописцев. Многие называют его «жемчужиной Шотковского района». Первое упоминание о деревне Хирина относится еще к 1548 году. Тогда в ней был всего один господский дом и 23 крестьянских двора. В середине XVII века в селе возвели церковь во имя Иоанна Предтечи. Глядя на этот красавец храм, сложно представить, что восстановлен он был практически изруин. Инициатива возрождения святыни принадлежит предпринимателю Игорю Ашурбейле, предки которого происходили из села Хирина. Свои двери для прихожан церковь заново открыла в 2013 году. Великий чин освящения совершил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Свой более чем 400-летний юбилей село праздновало уже с новым храмом. Хирина нижегородский архипастырь не забывает. Вот и в этот раз, в день села, он возглавил божественную литургию. В 2016 году храм обрыл новую святыню. Из Ватикана сюда доставили частицу мощей Иоанна Предтечи. С тех пор Хиринская церковь стала настоящим местом паломничества. Мы уже ездим не первый год. Мы были, когда освящали, открывали этот храм. Мы в прошлом году были. Мы здесь живем неподалеку, в Первомайском и Ташинское благочение. И нам очень нравится. Хорошая всегда погода на этот праздник. Красивый очень храм. Добрые здесь люди. И поэтому мы часто, ну, каждый год стараемся быть. Глядя на убранство храма, построенного в стиле русского барокко, уже мало кто вспомнит, что после 1917 года здесь был устроен склад. Последних священников расстреляли. Отец Иоанн Сновецкий и отец Михаил Знаменский. Для народа они навечно – исповедники веры. Об этом и будет говорить памятная табличка. И вот через такие села, через такие места и возрождается вся наша Россия. С маленьких благословенных дел они выливаются в большое святое дело возрождение нашего Отечества. И мне всегда очень трепетно приезжать сюда. И в эти дни здесь большие события, народное гуляние, промыслы. И вот так и связано наша жизнь духовная с обычной жизнью. И посреди нас всегда Христос. И пускай так наша жизнь будет со Христом во все дни нашей жизни. Всех вас и поздравляю с этим. Пять лет назад, Владыка, мы восстановили храм в 2012 году. Сегодня пятый год, как мы приезжаем и возродили то, чего не было, наверное, лет 100. Это день села, это праздник, это божественная литургия. Я благодарю Владыку Георгия, Владыку Силуана, потому что это на самом деле всего лишь сельский храм. А представляете, сколько храмов по Нижегородской области, где нет вот такого счастья, которое есть у жителей Хирина, когда приезжает высшая иерархия русской православной церкви. На главной площади села в этот день праздничное гуляние. Людей позвал «Голос традиций» – фольклорный фестиваль, собравший лучшие коллективы области. А ты, кормошка, послушай, успокой мою душу, я покрепче тебя бы не был. Голос традиций позвал мастеров. От желающих постичь тонкости гончарного искусства или лошкарного промысла не было отбоя. Здорово, что я попал сегодня на такое замечательное мероприятие. Погода еще нам подфартилась, солнышко весь день. И замечательно, что есть люди, которые не деньги зарабатывают, а устраивают для людей такие вот праздники. Позволяют нам вместе собраться, показать, что мы умеем, посмотреть на все это празднество. Здорово! Уже стало традицией в начале сентября. Первая суббота после Дня памяти Иоанна Крестителя, после 11 сентября – это день села Хирина в Шатковском районе. Все больше и больше людей приезжает. Приезжают на ярмарку мастера, которые показывают свою продукцию, выступают с песнями разные хоры. И мы радуемся тому, что село Хирина развивается, расширяется, строятся новые дома, активизируется производство, которое там проводят предприятия, социум. Дай Бог, чтобы все задуманные планы осуществились. Пока живет святыня, будет живо и село. В истории Хирина уже немало страниц, но книга продолжает писаться народом. Священник на сцене рассказывает историю усекновения главы Иоанна Претечи неслучайно. В хмельном угаре Ирит Антипа согласился исполнить любое желание Соломеи, танец которой ему так понравился. Что было дальше, знают все. Наученная своей матерью, она потребовала голову Иоанна Крестителя, который был в темнице. Трезвая семья, трезвая Россия. Под таким названием в ДК нефтехимиков прошел концерт, посвященный Всероссийскому Дню Трезвости. Не случайно этот праздник приходится на дату воспоминания усекновения главы Иоанна Крестителя. На сцене творческие коллективы, которые хотят донести до людей одно. Нам нужна здоровая страна. И одна беда осталась, да уж волю разгулялась, над землею расплоскалась, понад русскою моей. Радуюсь за Ставчан, что в их городе уже неоднократно проводится вот это мероприятие. А то, что здесь движение трезвенческое, оно очень мощное, очень сильное и поддерживается администрацией города, поддерживается людьми. То есть люди почувствуют действительно, насколько это важно. Радуюсь тому, что у нас вообще в нашей Нижегородской метрополии, в Нижнем Новгороде тоже, во многих все больше храмов, где движение трезвения, оно набирает силу. Еще в 1914 году Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня Трезвости. Сегодня он актуален как никогда. В борьбе с зеленым змеем сил часто не хватает. Трезвая, здоровая Россия – это общее дело, это общая забота. Для молодежи это имеет особое значение, потому что духовно-нравственная культура – это основа иммунитета против социально опасных пороков. И сегодня мы видим на всех творческих площадках именно молодежь, которая понимает, что такое трезвость. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что граница потребления алкоголя, после которой начинается деградация общества – 8 литров спирта на человека в год. Пусть для России эти расчеты останутся только на бумаге. Сергиевский храм – архитектурная доминанта Кстова. Каждый въезжающий в город нефтехимиков наслаждается не только красотой величественной церкви, но и звоном храмовых кампанов, установленных на колокольне. С недавнего времени при Сергиевской церкви проводятся занятия по колокольному искусству для воспитанников воскресных школ. Колокольный звон – это неотъемлемая часть любого православного богослужения. Он не только призывает верующих на молитву, но и приобщает их к одухотворенной атмосфере храма. Именно поэтому на звонарей лежит огромная ответственность – подобрать мелодию в унисон с сердцами человеческими. Это великое для меня счастье. Я очень буду рад, что и дети, и взрослые, которые будут учиться колокольному звону, принесут это же счастье всем мимо проходящим, людям, мимо храмов, там, где они будут нести свое служение. Ну, во-первых, мне это нравится. Ну, во-вторых, у меня как бы есть такая маленькая мечта, чтобы приходить на службу и помогать звонить. Ну, а если научусь, как бы, ну, буду работать уже одна сама. Занятия по колокольному искусству стали частью учебной программы для воспитанников воскресной школы. Теперь дети смогут прикоснуться к этому удивительному мастерству, говорить с сердцами людей на одном языке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!